Всем привет! С вами Сергей Проект По. Довольно часто у меня спрашивают люди, которые уже начитались фэнтези, они уже прочитали о Беркромбе, прочитали Сапковского, прочитали Мартина, прочитали Сандерсона, и они говорят, что, что почитать еще из новых авторов, какие еще интересные авторы повыходили, начинают издаваться. Итак, вот такой автор, автор, на которого стоит обратить внимание, книга, которая меня впечатлила за последние, наверное, месяцы, это одно из лучших фэнтези, что я прочитал. Называется она «Тысяча имен», вышла она в издательстве Книжный клуб Фантастика, серия Бест Фэнтези, автор Джанго Векслер. Вот какая вот обложка, у него, посмотрите, увеличенный формат, то есть, опять же, очень шикарно издано, классно очень смотрится. Вот, что там важно, страницы, страницы белоснежные. Есть карта, карта действий, где будет разворачиваться война, а здесь будет война. Итак, здесь мир с мушкетами, здесь мир со штыковыми атаками, здесь и будет место магии, но на самом деле так сильно проявит себя и выйдет на передний план магия, только там уже к концу романа. А в начале у нас есть две линии, две сюжетных линии, но они все происходят в одном полку. Итак, здесь есть капитан, его зовут Маркус Девуар, и он такой образцовый служака, он ждал, когда же наконец его заберут с этой забытым богой земли, то есть там вот полк уже ожидал, что сейчас приплывут корабли, их заберут, все, здесь кампания военная закончена, потому что здесь пустыни, здесь, ну, с кем тут драться, зачем тут драться, надо отсюда уходить, это нам, нам территория не нужна. Вот, ну, прибывает полковник и принимает командование на себя и принимает противоположное решение, вперед в атаку, нам нужно захватить эти территории, нам нужно продвигаться вперед, мы потом будем узнавать, как и что это будет происходить. Вообще, наш капитан примет роль этакого, знаете, Ватсона, он будет спрашивать, узнавать план у капитана, у полковника, а полковник будет переть вперед и периодически рассказывать, зачем он сделал это или это. У него полковник очень грамотный, полковник вообще, мне кажется, даже его образ и вся вот эта вот кампания военная взята с египетской экспедиции Наполеона, вот, как вы помните, он там высадился и как он там все захватывал, вот здесь что-то будет происходить похожее, а он только, естественно, другая совсем территория, но вот мне почему-то так показалось, не только мне, я смотрю, в отзывах тоже так люди это подмечают. И вот, когда наш капитан будет обращаться к полковнику, а зачем вы сделали так, может быть, тут стоит отступить, надо людей пощадить и так далее, то потихоньку полковник будет рассказывать, что вот противники поступят так-то и так-то, и они сделают то-то и то-то, у него будет так очень хорошо развить мозг, и он будет очень много предвидеть поведение и своих солдат, где-то и солдат противника. Ну, классно, там классные будут перепитии, там вообще очень классно будут описываться баталии, вот драки, столкновения, причем автор уделяет внимание, как в строевой подготовке там будет про это рассказываться, как вот, какая психология во время там обстрела и так далее, о чем думают люди, как они там мотивируются, почему они совершают такие поступки. И здесь вот это классно, эта военная часть тоже очень шикарно описана, я прям читал, я это представлял, вот как они там перестраиваются, как они шли волной, как их там сметают и прочее-прочее, как в этих песках, вот они выживали. Это вот классно показано, это не отнять, естественно, как-то могут противники быть, даже противиться приказам полковника и во что это во все вылиться, читать это было действительно интересно. Плюс при этом мы про эту же войну узнаем как бы с другой линии, с линии сержанта, и мы узнаем, что это, во-первых, девушка, которая скрывает свой пол, она сбежала там с определенного приюта, и вот как она будет скрывать эту тайну, она будет продвигаться, выживать в суровых этих мужских условиях, и будет классическая такая история становления персонажа, мы узнаем, как она, как личность будет формироваться, как она будет формироваться как командующая, как она будет принимать сложные решения, искать друзей, сближаться со своими подчиненными, конфликтовать с более сильными, во что это все выльется. Классно, это вообще, что я люблю в книгах, когда вот есть становление, формирование личности персонажа, это показано очень шикарно. Плюс, собственно, полковник сам Янус, это мощный лидер и специфический лидер, но очень классное у него мышление, он тоже будет интересно раскрываться, но в конце вообще его задумка и вообще всю такую политику, глобальные там интриги, исторические какие-то вот события, которые будут происходить в конце книги, это тоже будет интересно. Несмотря на то, что книга имеет финал, промежуточный такой финал, там явно требуется продолжение, я хочу продолжение, я буду ждать продолжение. Книгу вполне можно прочитать, финал однозначный, но понятно, что будет продолжение, и мне этого хочется. Там будут продолжения, явно связанные с интригами, с новыми ролями, какие будут у персонажей, тем более в конце появится и магия, собственно, почему роман сайт фэнтези, да, там будет и магия, там где-то будут даже какие-то зомби, демоны и так далее, и это все как-то гармонично так вписалось, и мне понравилось. Вот действительно, я считаю, что это из то, что в этом году вот прочиталось из нового фэнтези, прям вот топчик, вот однозначно я рекомендуюсь с этой книгой ознакомиться, особенно если вы соскучились вот по хорошей такой литературе, если вы насытились уже и начитались Мартином Бергромби, опять же, Сапковского, Сандерсона и прочее, прочее, прочее. Я не ставлю их в один ряд, так как по одной книге еще рано судить, но то, что здесь происходило, и я получал от этого удовольствие, это вот сто процентов, и поэтому эту книгу я смело могу вам порекомендовать, да, тем более давненько как-то в мушкетной, не знаю, в там, где сабли, например, штыки используются давно, такого хорошего фэнтези не читал, разве что мне еще на ум приходит «Тенеграф», вот это тоже из таких, из новинок, тоже мне вот зашло, вот, ну а теперь вот «Тысяча имен» от Книжного клуба фантастики, читайте хорошие книги, тысяча имен, вы потом узнаете, что это и как это вообще означает, вокруг этого будет крутиться сюжет, да и вокруг вот этого образа он тоже знаковую роль сыграет в романе, поэтому читаем хорошие книги, с вами был Сергей, проект ТПО, пока!